Это обычно называется китайская чайная церемония, хотя если уж совсем придираться к терминам, наверное, это надо называть атрибутированное чаепитие в китайском стиле. Любое, ну, такое иммерсивное, интерактивное английское чаепитие, на мой взгляд, есть смысл начинать с того, чтобы, повторюсь, напоить людей простым английским чаем. И, на самом деле, как бы чайные компании в лепешку разбиваются для того, чтобы вот эту вот небрежность в заваривании хоть как-то компенсировать, и чаще всего это выражается в двух приемах, как бы вообще никаких пересечений. То есть бокалы Грестова – это просто аперитив. Это, на самом-то деле, спор о вкусах, потому что результат, как ты потом попробуешь, получается разным, а если он получается разным, то это не блажь придурочная островная, как часто кажется, а просто одним нравится так, другим нравится так, и каждый выбирает для себя. На самом деле, в этом, с одной стороны, глупость, а с другой стороны, прелесть английского чаепития. Потому что они, будучи совершенно замечательными маркетологами, из всей этой, ну, полнейшей ерунды, вот, без вопросов, они сделали шоу-ритуал, как бы, элемент стиля, и, на самом деле, люди во всем мире в это с удовольствием играют. И вот тут на помощь приходит чай, потому что главное назначение чая на английском классическом чайном столе состоит в том, чтобы все это лучше растворилось, значит, и хорошенько там колом встало, а потом прошло, как бы, там, доска, крафт-бумага на крафт-бумаге, бургер тут же на крафт-бумаге, это самое, картошка, тут же какие-то салатные листья, тут же бокал с гинусом, значит, и просто кружбан с чаем. Чай там есть обязательно, ну, его просто в конце выпивают. Вот такая вещь.